1 января исполнилось бы 90 лет выдающемуся российскому общественно-политическому деятелю, бывшему министру юстиции России, доктору юридических наук и заслуженному деятелю науки РСФСР, заслуженному юристу России, одному из разработчиков Конституции и Гражданского кодекса страны Юрию Хамзатовичу Калмыкову. В этот день в Черкесске у его памятника собрались представители общественных организаций, его родные и те, кто гордится именем славного земляка. О выдающемся политике и ученом расскажет Марина Кушпова. Политическая деятельность и общественная жизнь юриста-цивилиста Юрия Калмыкова – пример того, как можно, следуя принципам справедливости, достичь огромных высот и завоевать непререкаемый авторитет. Родившись в небольшом ауле Абазакт Карачаевой Черкесии, Юрий Калмыков сумел с отличием окончить юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем в 29 лет защитить кандидатскую диссертацию в аспирантуре Саратовского юридического института и спустя 8 лет стать одним из самых молодых ученых в СССР со степенью доктора юридических наук. Возможно, профессор Юрий Калмыков дальше работал бы в институте и воспитывал научную молодежь. Но на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века в истории государства произошел переломный момент, события которого послужили становлению известного политика и общественного деятеля Юрия Калмыкова. Когда он учился в Саратове, я тоже Саратовский сельхозинститут кончал в это время, много о нем слышал от ребят, которые с ним вместе были и учились, и потом уже он их обучал. Были очень высокой степени оценки о нем. Всегда это было мне приятно слышать, потому что это был мой земляк. Потом узнал его, когда он стал депутатом Верховного Совета СССР от Саратовской области. И я знаю, что ему удалось обойти первого секретаря Саратовского областного комитета партии, и в самом Саратове Чиркес получил место депутата Советского Союза. Это была очень высокая степень оценки. Юрий Калмыков занимал высокие должности в Верховном Совете СССР, был министром юстиции Российской Федерации, членом Совета безопасности России, депутатом Госдумы России. Наряду с юристами высочайшей квалификации, Юрий Калмыков принимал участие в подготовке Конституции и Гражданского кодекса России. Он был политиком с врождённым чувством справедливости. В конце 1994 года, будучи министром юстиции и членом Совета безопасности России, Юрий Калмыков выступил против ввода войск в Чечню, предлагал воспользоваться мирными способами решения возникшего конфликта. И когда не смог повлиять на ситуацию, посчитал невозможным оставаться в составе правительства и подал в отставку. На тот период, период перестройки страны, ему не раз приходилось принимать важные и иногда судьбоносные решения. Юрий Калмыков был общепризнанным лидером черкесского народа. Он был избран первым президентом Международной черкесской ассоциации. Юра – наш земляк, которого, я думаю, уважали все народы, не только Карачаева, Черкесии, но и в нашей стране. И сегодня, в дань памяти, когда ему сегодня, если бы он был жив, исполнилось бы 90 лет, вот вы видите, сколько людей сегодня собрались первого числа. И вот эти неравнодушные люди, которые кто-то лично его знал, уважали родственники, друзья. От Международной черкесской ассоциации мы направили письмо на имя главы Карачаева Черкесской республики. И мы видим сегодня, корзины принесли от главы, от парламента, от администрации. Выдающийся юрист Юрий Калмыков был истинным патриотом своего черкесского народа, но при этом никогда не идеализировал и не проповедовал его исключительность. Он считал, что без любви к своим корням не может быть уважения и к другим народам. Это основа мира и взаимопонимания. Видный деятель, который является примером для всех нас, особенно для молодёжи. Достойный сын своего народа, достойный сын Кавказа, достойный патриот, достойный сын нашей великой Родины России. В день 90-летия Юрия Хамзатовича Калмыкова у его памятника в центре Черкеска общественные деятели вспоминали о нём как о выдающейся личности. Одним из самых выдающихся представителей нашего народа был Юрий Калмыков. Юрий Хамзатович был большим государственным и общественным деятелем. Мало того, что это один из 12 апостолов юриспруденции за всю историю, он обладает такой харизмой, которой мы гордимся и по сей день. Несмотря на весомый вклад в научную и политическую деятельность России, Юрий Калмыков в жизни был очень скромным человеком. Сегодня его примеру следуют внуки, которые безмолвно и также скромно, но с особой гордостью в тот день слушали воспоминания о нём. Незримо всегда с нами находятся и примеры из жизни всегда, какие-то ситуации, когда в жизни происходят, это всегда в голове, в сердце. Ты всегда вспоминаешь какие-то моменты и встаёт пример его, как бы он поступил на данной ситуации, на твоём месте. Теплота, огромная теплота просто не человеческая. Не за то, что это дедушка, а просто такой человек был. В память о государственном политическом деятеле Юрии Калмыкове в 2024 году в Кабардино-Балкарии и Карачаевой Черкесии пройдут юбилейные торжества, конференции, вечера памяти и другие мероприятия. Марина Кушпова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.